Всем привет, всем здрасте, and hello, and hi, and всем привет, and здрасте, and hi, and всем hi, and всем привет, and здорово, смотрите, у меня на мои бакенбарды топовые, блядь, ну выглядит хуёво, но на самом деле так и есть, блядь, отпускаю бакенбарды, чтоб заебись было, чтоб подчёркивалась как бы форма лица, да, такой чисто, блядь, чтоб охуенно было, смотрите, отращиваю бакенбардусы, правда, вот тут вот прям не растёт, а ну там пляж будет нормально, это модно сейчас пляшивым быть, вот, видали, сколько фанатов у пляшивого всяких, так что, типа, это нормальная тема, да, я буду Логан, я буду Логан и Пушкин, вот, я ещё хочу, знаете, так вот, чтобы спускалась и чуть-чуть вот сюда вот, остриём таким шло, ну что я буду заебись реально таким, чисто фриком, ну и нормально, да, но это специально, я, чтобы было, ну, что-то скучно стало. Значит, пацан Тре, всем хэллоу, всем хай, честно вам признаюсь, реально, да, что вот эта реклама, это не наёб, и вам надо срочно пойти приобрести мерч, сегодня я в первый раз не особо потел в этой комнате, поэтому решил прекрасные майки надеть, чтобы в них не потеть. Вот, короче, рассказываю вам, реально, на самом деле, хотел сказать, что я просто сегодня стрим думал, блядь, начинать или нет, потому что я прочитал, ну, точнее, не прочитал, я ознакомился, да, как бы с новостями, с видео и фото. Я просто охуел, блядь, если вы не понимаете, о чём я говорю, лучше, блядь, не знать, я просто реально в ахуе был, вот, возможно, даже хотелось плакать, я, это пиздец, это просто пиздец. Вот, хуй пойми, блядь, я даже не знаю, что он говорит, просто я в ахуе, блядь, я в ахуе, всё, там, там других слов и не найти. Вот, очень обидно, грустно, блядь, и тяжело, блядь, вот, очень тяжело. Если вы не шарите, лучше не шарить, реально, лучше не знать, потому что это пиздец. Чё, теперь нормальные новости рассказывать, да, интересные и смешные, рассказывать вам или нет? Ну, вы там, там, лайки, там, ёба, блядь, ну, нахуй, да. Нормально, да, там. Ээээ, короче, собирайтесь, ёбты. Вот, эээ, нормально. Да нет, блядь, ну, серьёзно, если вы не знаете, лучше не знать, блядь. И тем более, я не могу об этом говорить, насколько я понимаю, блядь, всё слишком опасно, нахуй. Вот, эээ, ну, нормально. Короче, чё вам топовые истории рассказывать? Значит, во-первых, я вчера посмотрел по центре один из лучших мультиков в... In my life, блядь. Вот. Это пиздец, блядь. Я просто охуел, какой крутой мультик. Называется Я краснею. Я сначала подумал то, что это хуйня какая-то. Ну, такая, типа, около детская хуйня. Я так подумал. Но когда я его посмотрел, блядь, я вам всем хочу посоветовать его посмотреть. Причём, если бы этот мультик как-то вышел раньше, то его надо смотреть в трёх возрастах. Типа, по сути, до пубертата, потом после пубертата лет в 20-25, как я, и потом, когда у тебя твои дети появляются, ну, короче, я просто охуел, сколько там смыслов. И оно вроде, ты просто во всех разных возрастах по-разному поймёшь этот мультик. Вот. Короче, блядь, реально охуенный мультик. Я вам всем советую реально посмотреть. Я вам могу краткий экскурс провести в этот мультик. Во-первых, какой там ебейший графон. Там графика порой лучше, чем в реальной жизни. В особенности там, когда еду показывают. Вот. Ну, я просто охуел. Там, ну, реально, ну, это Pixar, там у них всегда крутая графика. Но, ну, я краснею, так и называется мультик. Короче, если без спойлеров, да, такой, ну, краткий, как бы, трейлер вам расскажу. Вообще, это история о том, что у девочки, по сути, происходит половое созревание. Вот. И, типа, я краснею, это метафора на то, что у неё менстра начинает идти, и, типа, она начинает сама меняться. И я подумал, нахуй оно, мне надо это смотреть. Я чё, блядь, девочка, вот эту жишку из писи, и мне вообще это неинтересно. Мне оно нахуй не встраивалось. Вот. Но, когда я начал смотреть, во-первых, это метафора. И там, ну, там, опять же, ну, есть упоминание этого. Но, блядь, там всё по-другому. Там раскрываются отношения родителей. То, что, как родители никогда не понимают своих детей. Дело в том, что у меня детство более свободное было, и меня родители не заёбывали. Но я тоже с этим сталкивался. Когда родители считают, что они, блядь, во всём правы. Но ты, когда ты взрослеешь, тебе похуй, правы родители или не правы. Ты просто хочешь быть собой. И я думал, ебать, как же охуенно. Это обычный мультик, который там чисто полтора часа идёт. Он на всё это ответы даёт. Я подумал, блядь, это нахуй каждый должен увидеть. То, что, ну, типа, вот эти вот бунтарские... Из-за чего бунтарство во время пубертата, да? Когда ты становишься, ну, там, идёшь на всякую тупую хуйню. Творишь тупую, возможно, хуйню с точки зрения взрослых людей. Но ты, может быть, идёшь на эту бунтарскую хуйню просто в качестве протеста. А я очень уважаю протест, между прочим, да, любой. Вот. Я переосмыслил, блядь, в очередной раз своё отношение к школьникам на СП. Я просто понимаю то, что, блядь, ну, школьники какую-то хуйню на СП творят. Да и пусть, блядь, они её творят. Они просто, ну, имеют на неё право, блядь. Вот. Потому что они школьники, блядь. Ну, по-другому никак. Короче, по центре всем смотреть. Причём всем смотреть три раза. Если вам сейчас 13 лет, смотрите сейчас, потом смотрите, когда вам будет 25, и потом со своим сыном, со своей дочкой смотрите, когда ему будет 13, блядь. Я просто в ахуе. Я в ахуевозе реально такого крутого. Вот именно по смыслу мультика я ещё не смотрел. Ну, наверное, ещё душу. Вот душа. Но душа, это что-то абстрактное, это просто заигрывание, там, то, что вообще смерть страшна или нет. И о том, что, ну, там тоже проблема взрослого и молодого поколения тоже имеется, да. И любовь к жизни вообще как таковой там поднимается. Но вот это, сука, это всем надо посмотреть. Я, вот этот мультик, я краснею, по центре, вот прям сегодня нахуй садитесь и смотрите. Во-первых, интересно. Ну, там, ну, там нету прям жёстких закручиваний сюжета, но очень интересно и круто. И самое главное, задумайтесь над смыслами. Каждый кадр, это смысл, блядь, какой-то. Я просто... А, и ещё самый главный посыл, ну, который самый читается, это, это мой любимый посыл. Кринж от родителей. Когда, блядь, знаете, твоя мама нахуй знает лучше всех, блядь. Ну, там есть кадр, когда мама стучится в школу, в окно школы такая, типа, и говорит, «Доченька, ты забыла прокладки!» А ты говоришь, «Мама, ты чё, ебанулась? Весь класс, блядь, узнал о том, что я прокладки, блядь, забыла». Вот. А для мамы это нормально. И, сука, у меня тоже такая хуйня в жизни, когда меня мама до сих пор, сука, мне 20 плюс лет, меня мама кринжит, говорит своим подружкам, «Смотри, как мой сынок вырос!» Я думаю, «Мама, блядь, это кринж, пизда!» А для мамы это нормальная тема. И вот эти вот все вопросы так охуенно переплетаются и поднимаются в этом... В этом сериале... Ой, не сериале, а в этом мультике. Но это, блядь, так охуенно. Там каждый увидит себя. Вот, блядь, реально каждый увидит в этом мультике себя. Это просто охуенно. Это реально один из лучших. Знаете, там еще... Ну, там более мелкие заметные метафоры. Это то, что... Ну, там она метафорично вырастает. Я вам так объясню, чтобы без спойлеров, да? Она метафорично вырастает, и однажды она убегает, и у нее жопа большая стала. И она не может протиснуться. Она, ну, в какой-то момент, она не может протиснуться в узкий проем, потому что у нее слишком большая жопа. Это, опять же, метафора на половое созревание. То, что, ну, у девок жопы, блядь, вырастают. Бедра-то широкие становятся, нахуй. Вот. И, опять же, она там в какой-то момент поднимается высоко. И если бы она была маленькой девочкой, то ничего не произошло. Но она уже взрослая, такая мамонтиха. И она начинает... Ну, разрушается структура, по которой она ползла. Это тоже, опять же, это метафора на взросление. Блядь, как же я охуел по центру. Это каждый кадр, там, надо пересматривать. Пожалуйста, посмотрите. Это просто охуенно. Вот. Это просто реально заебумбик с топич и все такое. Опять, блядь, опять же по центре. Ну, вот, я это понял со своей точки зрения. В какой-то день у нее происходят, ну, можно сказать, мясяки, да? И она не знает, что с этим делать. Вот. Ну, у нее, блядь, кровь из писки пошла, блядь, в первый раз в жизни. Она охуела, да? Вот. Она не знает, что делать. Она этого кринжится. Ей кринжова. Ну, потому что, ну, так жизнь устроена, да? Это в первый раз, блядь. И ей мама говорит, давай я тебе помогу. А она эту маму отталкивает. Она на нее быкует. Говорит, съеби, съеби, я пытаюсь разобраться сама. А мама слишком навязчива. И с одной стороны, мама знает лучше. А с другой стороны, это, знаете, как у меня был разговор. Но не с моей мамой. Моя мама это благополучно проебала. У нас однажды, я вам рассказывал, был разговор. Мы собрались с ночевкой к Мишкуну. И его мама собрала, короче, меня, нашего друга Антончика, Мишкуна, брата Мишкуна. И нам начала рассказывать про половое созревание. И мы сидели. Нам сначала было ебать как кринжова, да? Мы пытались, ну, там, типа, юмором отшучивались. Ну, потому что кринж надо, блядь. Она говорит, я вам сейчас расскажу, как правильно дрочить. Вот. И ты думаешь, блядь, чужая мама мне нахуй рассказывает, как правильно дрочить. А с другой стороны, с ее точки зрения, она доктор, блядь. С ее точки зрения, это было абсолютно правильно. Потому что она нам рассказывала, как у девочек это все происходит. Почему надо предохраняться. Как правильно дрочить. Да потому что просто, чтобы себя не травмировать. Как полюции происходит. А если тебе эта мама не расскажет, что, ну, вот так вот, кринжово, да? Если ты этот кринж не испытаешь. Так у тебя все хуже будет, блядь. У тебя полюция произойдет. Ты скажешь, ебать, что за хуйня, блядь. Ты просто охуеешь в первый раз. Ты думаешь, что нахуй? Вот. Поэтому, вот, это даже, возможно, мультик про баланс. Про то, как с одной стороны не должно быть быка. И как с другой стороны не должно быть быка. Как, возможно, избежать этот кринж. И если вы даже как-то... Если бы ваши родители посмотрели этот мультик, они тоже бы адекватнее стали в каком-то плане. Вот. Ну, короче, блядь, это просто охуенно. Это реально. Я в ахуе. Это должен посмотреть каждый. Ну, кстати, нам, по-моему, мама Мешкуна про палюции либо не рассказывала, либо... Мне вообще никто нахуй не рассказывал про палюции. Знаете, что мне рассказывали, блядь? Мне рассказывали так. Короче, если много дрочишь, то у тебя будут палюции, короче. И ты спалишься, и тебя мама спалит, что ты дрочишь. Вот так вот мне рассказывали. Но это же хуйня полная, блядь. Вот. Это ж полная поебота. Если бы мне нормально бы рассказывали, я бы, ну, может быть, в пубертат бы, ну, как-то более нормально на это реагировал бы. И... Все такое. Вот. Короче, вот так. А, я лежу с Соней же. Ну, мы смотрим. Я говорю, Соня, а тебе вот, ну, вот пошли не сяки у тебя в первый раз, да? Ну, тебе же... Ну, как ты должна... Вот ты девочка, да? Ты маленькая девочка, тебе никто ничего не объяснял. Хуяк у тебя из пизды хуярит кровь, блядь. Ну, как реагировать? Она говорит, а мне никто ничего не объяснял. Мне мама ничего не объяснила. Я просто охуел, ты прикинь. Ну, это же... Это просто стресс. Ты ребенок, блядь. Ты ребенок, тебе в школу надо вставать, а у тебя хуяк, блядь, лужа. Как реагировать-то, блядь? Че делать? Вот. Ну, короче, я в охуе, реально. Соне, оказывается, повезло то, что у нее сестра была, как бы. А если бы у нее не было у сестры Сони, кто бы ей что бы там... Ну, короче, я в охуе возе, реально. Очень крутой мультик. И он про взросление, про то, что родители не понимают детей. О том, что родители должны своим детям позволять творить хуйню, потому что на хуйне вообще должен учиться ребенок. Вот. Ребенок по-любому должен свои ошибки допускать. Про то, что надо отпускать своего ребенка с ночевкой. Соню нихуя до 18 лет, блядь, с ночевкой не отпускали никуда. Два раза в жизни ее отпускали с ночевкой. И че, блядь, 22 года человеку, он до сих пор в каком-то плане скованный ребенок, блядь. Вот. У него опыта жизни нету просто. Нету жизненного опыта. Хуйни. Все дети должны творить хуйню, я считаю. Вот. Мне самый главный пример, который я вам рассказываю. Я заработал однажды денег. И мне мама сказала, я тебе могу покупать игрушки. Ты мне должен объяснять, зачем я тебе покупаю эти игрушки. За твои деньги покупай любую хуйню. Вот. И я говорю, мама, хочу купить вот этот ебаный самолетик. Вот. Мне мама говорит, ты уверен, что ты его хочешь купить? Я говорю, да, ебать, у меня, блядь, деньги есть нахуй. Я купил этот ебаный самолетик, поигрался с ним один день и начал ценить деньги, потому что он мне нахуй не нужен, этот ебаный самолет оказался, потому что это поебота ебаная. Вот. И все, я понял, я допустил свою ошибку и начал ценить с тех пор деньги. Вот так вот я научился. А если бы, блядь, знаете, как бывает, мне еще школьники жалуются, то что, типа, я зарабатываю, но мои родители у меня деньги забирают и мне разрешают на определенные вещи тратить. Так, блядь, тогда тебе хуяк исполнится 18 лет, ты будешь спрашивать, мам, можно мне на свои же деньги шаурму купить, блядь? И ты свои ошибки не допускаешь никогда, блядь. Вот, короче, нахуй я теперь даже бэйбиса захотел, будет у меня бэйбис, я его сделаю миллионером, нахуй. Вот, будет кучерявый бэйбис. Что такое полюция и мне страшно? Это, короче, когда у тебя происходит во сне семи извержения. Вот, значит, когда у тебя начинает половая система работать, вот, у тебя, тебе начинают сниться эротические сны, для того, чтобы выработать у тебя семи извержения. Вот, ты просыпаешься, у тебя, блядь, трусы мокрые, и ты в ахуе. Вот, это все нормально, это просто организм, как бы, заводит моторчик, проверяет, как бы, насос работает, да, вот, и все, как бы, нормалды. Нечего бояться, трусики помял, взял и выбросил в стиральную машинку. Однажды я, кстати, так и сделал, и моя мама что-то эти трусы достала, блядь, из стиральной машинки, но она фильтровала по цвету, типа, черное, надо с черным, стирать там синий с синим. И у меня были, по-моему, синие трусы, я думаю, ёбаный, мама, не доставай мои трусы, просто постирай с любым, нахуй. Вот, вот такие вот всякая хуйня была. Вот, но это нормальная тема, как бы, вот. Вот, если вам мама не объясняет, объясню я, значит, все, ху, хуяк, снял трусики, хуен док. Проблема в том, что я еще, этот, в какой-то момент понял, что прикольно спать без трусиков, но когда прикольно спать без трусиков, там не только трусики грязные, там пиздец начинается. Вот, да, вы чисто мои бэйбисы. Правда, про женскую половую систему я вам много рассказать, к сожалению, не могу. Вот, я вам могу объяснить то, что когда купаешься, надо шапочку для плавания надевать. Вот, это практически обязательно. Да и... все, нахуй. Вот, вот такая тема. Продолжение следует... Продолжение следует...